всем привет с вами музей роботов трансформеров и сегодня у нас на обзор модель трансформера invisible данную модель выпустила студия dx9 в 2014 году это была третья модель этой студии его номер d03i в комплекте он поставлялся в такой красивый реально красивой коробочке отсылка на то что он трансформируется в болид формулы 1 79 года здесь характеристики этого болида шикарная упаковка также идет коллекционная пластиковая карточка с условными характеристиками персонажа и инструкция инструкция на достаточно большом формате а3 примерно 19 последовательных действий позволяет с трансформировать из робота спортивный автомобиль хорошо давайте посмотрим поближе непосредственно модель модель соответствует образу персонажа вселенной трансформеры в рамках этой вселенной персонажа зовут мираж эта модель уже получается с именем invisible в комплекте он идет с бластером достаточно красивый бластер так немножко также наплечный наплечная ракетная установка многие персонажи generation вам щеголяют подобной установочкой на плечах ну и непосредственно подвижность white piping нет голова цельная голова поворачивается он она на болт джоинте или на шарнире дают ее можно повернуть дальше руку можно под поднять ну хотя вот туда поднять повернуть согнуть в локте двойной сгиб кстати классно и так ну-ка чуть назад и повернуть в стороны также кисти на шарнире и еще у него отгибающиеся пальцы на руке очень даже неплохо далее торс присутствует такой немножко с со смещенным эксцентриком но если необходимо то можно так если вот эти штучки согнуть вперед ту ногу можно вперед даже как будто это карате или тэквондо назад но здесь есть отступ поэтому она немножко в сторону уйдет сюда повороты вперед назад колено с двойным сгибом так что очень хорошо сгибается ну и ступня есть такой вот небольшой эффект и плюс носочек является антикровом поэтому двигается ну давайте приступим к трансформации хотя с обратной стороны по моему еще не показал давайте еще с обратной стороны посмотрим на него с обратной стороны выглядит он вот таким вот образом достаточно интересная модель так ну начнем мы с того что спрячем руки внутрь спрячем кисти внутрь рук затем повернем эту часть сюда потом эту часть повернем сюда повернем повернем и голова идет внутрь вот туда отгибаем выводим сюда на нос затем нам надо завернуть эти боковые накладочки внутрь такие накладочки первый раз появились у трансформера старт скрима серии мастер пиз затем поворачиваем тело выводим эту часть сюда поворачиваем плечи руки затем нам надо таким вот образом сложить прижимаем руки ставится вот здесь в пазы и фиксируется достаточно жестко затем руки и также фиксируется для того чтобы это все не разваливалась затем ставим колеса ходовую можно открыть передний спойлер антикроу передняя затем отгибаем немножко вот так поворачиваем колеса выводим их сюда до конца повернули его полностью здесь помню до конца да вот теперь до конца чтобы задние колеса вращались затем отгибаем отгибаем вот эту боковую закрывашку открываем фиксируем сюда складываем ноги складываем ноги так они должны встать еще прижатся друг к дружке достаточно жестко прижимаются это видимо я под фиксил поскольку используется неоновый пластик у него есть очень нехорошая черта для трансформеров это мыльность поверхности то есть очень пониженность сила трения сцепления детали деталью часть функционала трансформеров именно подразумевает то что при соединении одной детали к другой они друг друга удерживают и вот наш болид формула-1 классная модель ездит так же здесь вот не понадобится штучка у меня чеснок тянет сюда можно присоединять орудия например либо другой вот этот с отсылкой на этого персонажа то есть этот персонаж мультсериалах и в комиксах так мог сделать и эту функцию передали в реальной трансформируемой модели надеюсь модель достойна вашего внимания и того факта что она имеет возможность уже существовать вот в живом исполнении хорошо давайте в обратную сторону трансформируем опять понадобится мне маленькая подмога houses шар с задней поверхности ноги Очень хорошо, когда их используют, создавая тем самым более целостную структуру частей тела. Выворачиваем, прижимаем, выворачиваем, прижимаем. Ощущение, что оно здесь должно быть пожестче чуть-чуть. Далее, достаточно сложный момент, это вывести вот эту часть, можно ее сразу сюда завести. Отцепляем руки, складываем спойлер, отцепляем колеса. Разбираем. Опа, это что такое выпало? Хм, интересно. Видимо, они здесь не настолько плотно присоединены, как могло бы показаться. Не замечал ранее того факта, что вот эти, такие своеобразные решетки могут выпасть. Хотя, до поворота, наверное, удобнее доставать вот эту часть. Меньше элементов мешается. Складываем вовнутрь. Прижимаем. Прижимаем. Достаем. Вот, гугл, реально, чуть-чуть неудобно доставать. Нету нормального подпора изнутри. Все, поворачиваем наперед. Разделяем вот эти части. Создаем такой вот пояс. Рука, рука. Рука, рука. Достаем. Кисть. Ну, вот эта часть, конечно, пустая. Для формата мастерпис и формата частных, частных изданий, вот эти вот пустоты, конечно, немножко уже является ненормой. Ну, они периодически присутствуют. С одной стороны, возможно, это еще не доработка конструктора. С другой стороны, может быть, просто не подумали, что это нужно как-то... Непонятно, почему оно не фиксируется. Ну, в принципе, все. Вот такая вот модель 2014 года. Третья модель от частной студии DX9. Ну, и просто интересный двухрежимный трансформер. Надеюсь, было интересно познакомиться с этой моделью. Вы подпишитесь на канал музея, поставите лайк этому видео. Ну, и приезжайте в музей. Всем до скорой встречи.